Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжается моя дегустация различных сортов. Вот когда я начала дегустировать всякие в этом году новинки, редкие, коллекционные, мне начали некоторые люди писать, что когда вы раскушаете вот эти томаты, вы откажетесь от своих сибирских, что они по вкусу превосходят все. Вот сейчас я тоже дегустировала такие не совсем обычные черноплодные томаты, кофе с молоком, потом черный барон, но и другие вчера тоже дегустировала. Но даже если у меня будет очень много различных диковинных, вкусных там американских, вот вчера хорватские дегустировала томатов, я никогда не откажусь от неприхотливых, вот этих вот ранних, вот этих ультраскороспелых сортов. Сейчас я объясню. Смотрите, если эти томаты я снимаю только с первой кисти по несколько штук, то вот эти, в данном случае Ляну, она у меня спеет уже ведрами. И это не значит, что у меня много ее насажено, у меня всего 4 кустика вот ее. И вы видите, что вот этот лоток, в него у меня как раз ведро входит. Я набрала ведро томатов, как на подбор, все один к одному. Во-первых, эти неприхотливые, ну я вот назову именно этот, у меня 27А, малиновая Ляна. Такая же красная Ляна, просто номер 27. И все вот, кто в первых рядах, там же вот ранний 83, вот это Ляна, потом там у меня сейчас Москвич, Яблонька России поспели, они тоже раннеспелые. Чем они хороши? Да, они уступают по вкусу вот этим, возможно, вот красавцам всяким экзотическим. Но они дают нам массу, они дают нам массу. Пожалуйста, хотите в баночки консервация, хотите просто какие-то заготовки, а на борщевые заправки, а на различные там всякие салатики. Вот я сейчас семена уберу из них, а их возьму да запеку. Вот это томаты запеченные по-провански, пожалуйста. Эти же они хорошо для вяления, они же хорошо и для хранения, хранятся долго. Вы видите, что они как мячики. Да, небольшой вес, вес до 100 грамм. Если вообще говорить о характеристиках, то Ляна это ультраскороспелый сорт. Он ультраскороспелый, он рано начинает спеть, он дружно отдает урожай. Небольшая высота 40-50 сантиметров. В этом году я посадила один куст в теплицу, мне не понравилось, все-таки вытягиваются лучше всего. Это томаты для открытого грунта и нужно оставить их, наверное, на улице. На улице дал такой оглушительный урожай, я вот сейчас собрала, вы думаете, я все выбрала? Нет. Куст снимала на улице, после этого выйдет обзор, вот как она на улице растет, все увешано вот этими яблоками. Ну все, сейчас дошли до самого интересного, сейчас буду ее резать. Я уже знаю, что у нее внутри, потому что выращиваю много-много-много лет и знаю, что, конечно, она не такая мясистая, как вот эти наши друзья иностранцы. Но для выращивания тех нужно приложить больше усилий. Это простой томат, вот трехкамерный, без претензий на то, чтобы его называли биф-томатом или самым сладким, нет, конечно. Но все равно, он, смотрите, он плотненький, в нем нет никаких пустот, нет никаких белых стержней. Сейчас еще просят разломить вот так повдоль, чтобы посмотреть, вот этот все хотят белый стержень-то какой-то найти, посмотреть. Ой, сейчас, ждите, 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 ждите. Ну, вот смотрите, у них даже вот это вот и это на разломе зернистая. Конечно, здесь не так много мякоти, нету здесь никакого, видите, стержня тут вот у пипки, у плодоножки, тут небольшое пятнышко, все, дальше все, эта мякоть идет. Сейчас попробую, но я вам сразу скажу, конечно, она не поразит меня сладостью. А, кстати, ее не кислая. Ну, я сразу говорю, что нынешний год не показатель для сладости или кислости томатов, потому что нынешний у нас такая жара, столько солнца, что почти все томаты у нас получились сладкие. Даже вот эти вот скороспелочки. Вот, стерженьков нет и много все-таки в ней и вот этого мясное поле большое, вот эта мякоть. Прекрасный томат, мне он очень нравится, потому что сейчас уже еще не у каждого в открытом грунте могут быть крупноплодные томаты. Теплица есть не у всех, этот томат выручит вас, даст вам урожай. Ну, вкусненький. Скажу честно, он не сильно сладкий, но кислого тоже мало. Опять же, вот из-за такого, из-за хорошего лета, вообще у них в характеристиках сорта нет указания, что повышенное содержание сахара. Мы от них и ждем, мы от них и не ждем вот этого сахаристости, какой-то притерной сладости. Они берут другим неприхотливостью. Не надо подвязывать, не надо посынковать. Можно вообще выращивать по принципу, посадил и забыл. Но я все-таки подвязываю основной ствол, чтобы они не заламывались от обилия вот этих масс помидоров. Короче, неприхотливый. В холодных регионах плодоносит прекрасно. Поэтому, если другие вот эти иностранцы у меня в этом году в жару капризничали, то не хотят, какие-то не хотят завязываться, цветут цветы и все пустые, пустоцветы. Это завязалась ли она вся, как вы видите, урожай большой. Я вот про такие томаты говорю, что дает оглушительный урожай. Я вот сейчас сняла ведро, еще через неделю пойду сниму еще ведро. А там кустики-то никакие, ну 40-50 сантиметров. Там посмотришь, откуда только это берется. Они вот налеплены, налеплены, налеплены. Вот эта скороспелка, вернее даже ультра скороспелка, которую хочу похвалить, которую знаю на протяжении многих лет, безотказный, традиционно у меня высаживается в огороде. И всегда я была им довольна. Иногда бывает вот очень много. Я один раз посадила в теплицу в центре, там где высоко, и места было много. Из этой ляны выросло целое томатное дерево. Не удаляла пасынки, просто вот так вот поднимала их, поднимала. Там было столько, там несколько ведер томатов было. Но в теплицу больше не сажу, потому что занимает очень много места. Прекрасно растет на улице, все рекомендую. Номер 27А малиновая ляна и номер 27 просто ляна. Оба прекрасные.